Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Сегодня предлагаю для вашего духовного назидания беседу о смерти Ну что о смерти часто боимся разговаривать, кто-то заговорит Ой-ой, о смерти не надо говорить, не надо же вспоминать о смерти Кто молодой говорит, я еще молодой, молодая, я еще поживу А в годах, ну, переди меня еще есть старший, они еще живут, не умерли Поэтому не моя еще вроде бы очередь умирать, как будто бы там по очереди бывает смерть Но совсем не так Это беседы архимандрита Клеопы Ильи Это архимандрит румынской православной церкви Я был в Москве, и один батюшка мне, отец Петр, подарил эту книгу И вот, ну, беседы такие, скажу, что мне очень понравились, очень такие назидательные И есть над чем задуматься И вот называется «Слово о смерти» «Ни в чем так не может быть уверен человек на земле, как в смерти» То есть, разбогатею или разбогатею Выйду замуж удобно, хорошо или не выйду Это тоже нельзя утверждать, что так будет Вот И другие что-то нельзя А вот что умру, это точно Уже это без сомнения, что все мы умрем В свое время каждый Кому сколько Господь определил Поживешь ли еще, этого ты не знаешь Станешь ли богаче, не знаешь Станешь ли здоровее, здоровее, чем сейчас Тоже не знаешь А о том, что умрешь, знаешь И никто не может оспорить эту истину Слышишь, что сказал Бог в начале мира? Смертью умрешь Бытие, вторая глава Божественное Писание у Иисуса, сына Серахова, говорит Все мы умрем Восьмая глава Знай одно Смерть есть жизнь для тех, кто не забывает о ней Пока предки наши, прародители Адам и Эва Не забывали о смерти, они жили в раю А когда забыли о смерти Умрили душой А через 900 с лишним лет умрили и телом Итак, смерть, как говорит святой Иоанн Дамаскин Есть жизнь для тех, кто не забывает о ней Смерть, если мы не забываем о ней Дает нам жизнь вечную Святой Василий был Спрошен великим философом Евбулом Его другом из Александрии Какая философия в мире самая великая Особенно в мире христианском Он ему ответил Всегда думать о смерти Самая великая философия Это высшая философия Почему? Кто думает о смерти, тот не умирает душой А кто думает о смерти, тот блюдет себя от греха Ибо слышишь, что говорит апостол Павел Возмездие за грех – смерть Кремлянам 6 глава Кто приводит себе на память смерть, тот не грешит Слышишь, что говорит Иисус, сын Сирахов В книге своей премудрости Поминай последнее твоё и вовеки Не согрешишь 7 глава Итак, помни, великий апостол Павел Этот величайший сосуд избранный Посланный Христом во спасение язычников Послушай, что говорит Во все дни мы всегда имеем в уме память смертную Кремлянам 8 глава И ещё Я каждый день умираю 1 Коринфянам 15 глава Каждый день он умирал для греха И каждый день память о смерти имел в сердце своем Чтобы не умереть душой Кто забывает о смерти, тот с лёгкостью попадается в её сети Умирает душой и отправляется в гиенну Божественные отцы учат нас так Человек, если ты хочешь взять себе советчика в учителя по жизни Чтобы он наверняка привёл тебя на путь спасения Не бери никого иного, кроме смерти Лучшим советчиком, могучим привести нас в Царство Небесное является смерть Лишь бы мы не забывали об этом, советчики Этом наставники Этом учители Но всегда имели его перед глазами ума нашего Смерть так мудро советует Если ты не забываешь о ней, что даже Соломон Со всей премудростью своей Не сможет научить тебя так, как научает смерть Ибо говорят божественные отцы И Соломон не впал бы в вожделение И рабство блуда с женщинами Если бы имел перед глазами своими смерть Если бы и для него учителем была смерть То она, будучи намного мудрее его, удержал бы его от греха Но он забыл о смерти И потонул в трясенне Зол Потому что не захотел иметь такого советчика Которого дороже всех То есть смерть Вот как смерть удерживает от греха Плоть помышляет против духа Как говорит святой апостол Павел Галатам 5 глава Когда тело восстает на брань против души Чтобы осквернить ее Тогда спроси смерть Что скажешь смерть? Совершите мне этот грех На который меня подталкивает тело И она ответит Не совершай греха Ибо придешь в мои руки И я брошу тебя в гиенну Подстрекает ли тебя дьявол украсть? Ты спроси смерть И она тебе скажет Не кради Ведь это заповедь И ты придешь в мои руки Увлекает ли тебя дьявол на блуд? Подначивает ли тебя дьявол на сквернословие? Пьянство, курение и всякое зло Спроси смерть Что повелишь мне делать? Смерть То есть стоит мне курить Влудить и другие грехи делать И она ответит Не делай этого Ибо попадешь в мои руки Ты ведь скоро умрешь Ведь здесь не останется никто И я верну тебя в гиенну И так смерть приносит нам пользу И мы всегда должны иметь ее пред глазами А когда дьявол подстрекает тебя совершить грех Спроси смерть Что скажешь мне смерть? Ты мой учитель Что мне делать? Не делай этого Ведь и возмездие за грех смерть И ты умрешь душой И попадешь в мои когти И я верну тебя в гиенну И будешь мучиться Там во веки веков Посему Вот как хороша смерть Если мы ее Назначим советчики себе Размышление о смерти Всегда удерживает нас от греха И учит делать только добро Поэтому горе тому Кто забывает о смерти Ибо он умрет телом В свое время А душой умирает Уже в тот час Когда совершает грех Если бы мы всегда Имели смерть Пред глазами То не совершали бы греха И не только делом Но и словом И помышлением Потому что Бог судит И грех помышлением Так же и как грех совершенный Что говорит божественный отец Ефрем Сирин Не впадайте в нерадение Братья мои О грехах помышлением Будто они легки Если бы грехи помышлением Были легки То не вменил бы сам Христос Премудрость Божия В прелюбодеяние Вожделение женщин То есть даже Когда посмотришь И убийство Ненависть к брату Ты только страстно подумал О женщине И сделался прелюбодеем Только подумал Со злобой о брате своем И уже ненавидишь его Ты убийца Ты слышал Про любодеяние Из-за одной мысли И убийства Из-за ненависти к брату Видишь Однако смерти тут Не оставляет тебя Смерть удерживает тебя От того что ты Перешел к греху Не только делом Но и мыслью Потому что Бог судит Мысли как дела В законе благодати Ибо он пришел Не нарушить закон А довести его До совершенства В Ветхом Завете Было написано Не кради Второзаконие Пятая глава А здесь в законе благодати Даже не пожелай Вещи другого И так Христос удерживает тебя Чтобы ты даже Не думал со страстью А вещи другого Братья мои Блажен и Треблажен Тот человек Который взял Советчики Себе смерть Всегда Когда кто будет Бороть леность Чтобы он не совершил Молитву Не выполнял Эпитемьи данную Духовником Когда его будет Бороть дьявол Чтобы он не соблюдал Апостов Позвел себе Скоромную пищу Когда долго Этого нельзя Или тогда Или когда его будет Бороть дьявол Чтобы он крал Или копил имущество Или мстил другому Или блудил Или свернословил Или упивался Или курил Пусть Тот спросит Смерть Что скажет смерть Сделать ли мне это И смерть скажет ему Нет Не делай этого Ибо возмездие За грех Смерть Я тут же Приду вслед за грехом Заберу тебя И брошу В Гиенну Вот таким образом Смерть Которую мы боимся Бывает нашим Самым большим Другом И самым хорошим Советчиком По жизни А жизнь В жизни вечную По жизни В жизни вечную Итак Христиан Наша христиан Философия Не избегать смерти А что Готовиться к смерти Ждать Что она придет К нам А как Чисто Исповедовать Свои грехи Выполнять Свою эпитемью Примириться Со всеми Перестать совершать Грехи Делать добрые дела И тогда мы будем Ждать смерть Как ждут Большой парад Как ждут Великий праздник Послушай Что говорит Святой Ефрем Муж Обличаемый Совестью В грехах Очень боится Смерти А муж Правильно Ждет смерти Как великий праздник Чтобы он наступил Перевел его от смерти В жизнь И во век Нынешний есть Смерть Далюши до тех Кто порабощает Им Веком Порабощается Им Веком Сим Мы боимся О горе мне Наступит смерть Боимся Но не будем Бояться смерти Станем бояться Греха Ибо грех Вергает нас Смерть Ибо возмеется За грех Смерть А настоящая смерть Души В грехе Аминь Аминь Слава тебе Боже Слава тебе Боже